Приветствую вас! Мне кажется, что уже в самом вашем вопросе кроется ответ. Видите ли, вы спрашиваете нас, психологов, о том, как себя замотивировать. Что такое мотивация? Мотивация это, по-моему, дело проявление намерения. То есть у человека есть определенное намерение, он его проявляет мотивацию. То есть мотивация это как бы реальная сторона намерения, объективная сторона намерения. Но согласитесь, что намерение не может быть абстрактным. И мотивация, соответственно, тоже не может быть абстрактным. Либо есть четкая мотивация, направленная на что-то. То есть она имеет под собой какой-то объект, либо ее нет. И поэтому, когда вы пишете, как себя замотивировать, но не говорите на что, вы отвечаете на свой вопрос сами. Вы не можете себя замотивировать, потому что у вас нет все-таки цели. Конечно, конечно, вы можете сказать, что это оговорка и что в действительности я знаю на что я хочу себя замотивировать. А просто, ну вот, не сказала, не написала, да, и так далее. Вот. Знаете, так-то оно может быть и так. Но проблема заключается в том, что вы уже оговорились. Проблема заключается в том, что вы уже сказали. Вы уже сказали о том, что вы не можете себя замотивировать, но не написали на что. Из этого я делаю только один вывод, что у вас нет четкой цели, на что вы хотите себя замотивировать. А эта цель, она необходима. Без этой цели не получится вам что-либо делать со своей мотивацией. Далее. Следующий важный аспект. Если мы говорим о мотивации, то это всегда эмоциональная выливая сфера. И выливая сфера означает концентрацию внимания и удержание этого внимания. На том, что вам нужно сделать. То есть вам необходимо удерживать свое внимание на том, что вы хотите сделать, на том, что, чего вы хотите добиться, чего вы хотите добиться. Вам нужно на том, что вам нужно удерживать свое внимание. Если внимание не удерживается, если вы не можете удержать свое внимание на чем-то, то, соответственно, вы и не добьетесь чего-либо. Вы не сможете чего-либо добиться. В принципе. Тогда. К сожалению. Это вот такой момент. То есть если у вас есть, как, ну, как вот, например, вам может либо показаться, либо вы считаете так, это не особо важно в данном случае. Если вы считаете, что у вас есть некоторые проблемы с вниманием, то, соответственно, можно вам предложить поработать с этим самым вниманием. Как? Только учиться и его удерживать. Взяли, положили перед собой какой-нибудь предмет простой и постарались удержать на нем свое внимание, ни о чем не думать, кроме него. Это не так, на самом деле, просто, как может показаться на первый взгляд. Мысли вам будут докучать всякие разные, основанные и на ассоциативных реакциях, основанные и на, как бы, смежных смыслах и так далее. Вот. Это вам чисто такое упражнение, которое вы можете использовать, ну, как вот, знаете, как тренировку. Далее. Необходимо, чтобы у вас был вот реальный мотив. Так. Чтобы вы понимали, почему вы это делаете. У любого действия, в частности, у намерения, у намерения любого, есть, как бы, две стороны. Есть мотив и смысл. И человек это реализует через постановку вопроса. Почему я это делаю? Это мотив. А смысл? Зачем я это делаю? Так раздается необходимое мотивационное и смысловое поле любого действия. И чем больше мотивов для одного действия какого-либо вы найдете, тем больше мотивов вы, значит, для себя будете видеть, тем больше вероятность того, что вы сделаете то, что вам нужно. Но, опять же, для чего делать то, что вам нужно? Это тоже нужно, желательно бы понимать. Для чего вы делаете то, что вам нужно? Кто определил вот это вот, что вам нужно? А значит, речь идет о смысле. Каковы смыслы того, что вы делаете? Как много этих смыслов у вас? Как много смыслов того, что вы делаете? Для чего? Вот, например, человек говорит, я хочу похудеть, допустим. Вот, самая такая распространенная проблема. Человек говорит, я хочу похудеть. Но он говорит, я просто хочу похудеть. Он не отдает себе отчета в том, почему он хочет похудеть, зачем он хочет похудеть. Он просто говорит, что я хочу похудеть. И все. Без мотивов и без смыслов, его желание похудеть, это просто абстрактное желание. И такой человек жалуется на мотивацию, говорит, вот я не могу тебя замотивировать. Это первое. И второе. Вам нужно понимать не только смысл того, что вы делаете, и не только мотивы того, что вы делаете, но важно еще понимать, что будет потом. То есть вы что-то делаете, чтобы что. Вы что-то осуществляете, вы какие-то усилия прилагаете, чтобы что. Вот конкретно, чтобы что. Вы делаете какие-то вещи, чтобы потом что делать дальше. Какую структуру эти действия имеют в контексте вообще вашей жизнедеятельности в целом. Это тоже очень важный момент. Потому что если вы не понимаете, что будет потом. Если вы не представляете себе, что будет потом, когда вот вы сделаете это, то что вы говорите, а что потом будет, то это неопределенность. Неопределенность. Неопределенность человека напрягает. Неопределенность человека пугает. Человек боится неопределенности. Человек ее опасается, надо сказать, что опасается он ее не зря. То есть в этом нет ничего экстраординарного в том, что человек опасается неопределенности. Поэтому вот еще один мотив того, чтобы вам не делать чего-то, что вы считаете нужным. Далее. Следующий важный момент. Это момент, связанный с позицией. То есть вот та позиция, в которой вы находитесь. Та позиция, в которой вы... Ну, допустим, та позиция, в которой вы находитесь, например, сейчас. Та позиция, да, вот эта позиция, она вас чем-то устраивает. Вот чем-то она вам нравится эта позиция. Что-то она вам дает. И у вас есть мотив. Возможно, неосознаваемый мотив. Такое, к сожалению, тоже бывает. Неосознаваемый мотив для того, чтобы не делать каких-то действий, для того, для того, чтобы из этой ситуации не выходить. Надо определить. Вот положение, в котором вы находитесь. Положение, из которого вы пытаетесь себя мотивировать выйти. А ну, вам это положение, что дает для себя, для вас, лично для вас, что оно дает. Попробуйте для себя это понять. Поймете, что дает вам положение, в котором вы находитесь и из которого вы пытаетесь замотивировать себя выйти. И довольно легко вы сможете, ну, лишить себя того, что вам это положение дает. Довольно легко вы сможете сделать так, чтобы у вас не было того, что вам это положение дает. То, соответственно, и вам будет легче положение изменить, потому что вас, по сути, ничего держать в этом положении не будет. Сейчас вас удерживает, допустим, ну, сейчас вас удерживают, например, те положительные моменты, которые вы получаете, находясь в этом положении. Но если вы поймете, что это, то не будете находиться больше в этом положении, в привязке, точнее, к нему. Это вот тоже надо бы правильно понимать, что привязка есть еще. И еще привязка определенного. То есть человек может быть, может находиться в положении, но он может быть привязан к этому положению. Это тоже важный момент, важный момент в данной ситуации. Поэтому его, пожалуйста, тоже учитывайте. Вот такой получился немножечко, конечно, общий ответ на ваш вопрос. Понимаю, что, наверное, недостаточно конкретный. Понимаю, что у вас, наверное, есть там свои тонкости, свои нюансы, которые надо бы учитывать при, так сказать, ответе на вопрос. Ну и вы поймите такую вещь, что вы задаете общий вопрос, довольно большой вопрос, довольно слойственный вопрос. И надо сказать, что в данном контексте вам можно ответить только соответствующим общим ответом. Для конкретики я полагаю, что вам имеет смысл обратиться к эксперту и привязанно с экспертом поработать. Потому что, понятно, что у вас есть своя ситуация, но эта ситуация не видна. А гадать, в чем у вас проблема мотивации, можно очень долго. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку. Сама помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.